С самого утра настроение у луганчан не совсем праздничное, особенно у тех, кто следит за чистотой и порядком. Коммунальщики традиционно с 6 утра уже на ногах. Им не привыкать, они не бросили разгребать мусор даже во время боев в Луганске. Местная власть во главе с бывшим мэром Кравченко обещала заплатить по двойному тарифу. В реальности вышло совсем иначе. Люди не видели зарплаты уже давно. Мэр обещал нам двойную зарплату, все как положено, связи с военными действиями. Типа как военных. Да, получилось, что мы остались и без руководителя, и такая наша судьба. У меня, допустим, старые запасы были отложены на море, на стройку поедаем. Ну, так, кто как, кто у бабушки берет, кто у дедушки. К слову, с пенсиями в городе обстоят дела не лучше. Бабушка Рая спешит продать тюльпаны, которые вырастила у себя на огороде. На хлеб сегодня хватит. То, что запасы какие-то были, то мы пользуемся. Ну, это выживание. Потихоньку на улицы выходят жители Луганска. В основном, это люди старшего поколения. Среди них можно встретить бывших партийных работников, ветеранов и участников боевых действий. Суворовский слава вспоминается. Хочешь, чтобы не было войны, готовься к войне. Вот так вот и я. Подвал просмотрел вчера, позавчера еще дополнительно прочистил, что случайно начнется. Убегать туда. Бабку оставлю там, она же не поднимается на третьем этаже. Вот так вот и живем. Неподалеку в сквере на скамейках жители, как в советские времена, отмечают праздник. Выпьем, давай, руку протягивай. Выпьем за мир во всем мире, за дружбу, за труд, за май. Я от Луганской народной республики, я сам луганчанин. Я передам крымчанам привет большой, потому что крымчане очень переживают за Луганскую народную республику. Они, они за нас. Я буду там, от вас, от народной республики. Пожелаю всех нам благ, чтобы вот даже сегодня, чтобы не стреляли по нас. Закуски на столе более чем скромные. Хлеб, лук, аджика. Настроение хорошее. Главное, что не стреляют. Они играют в войнушки, не наигрались, извините, а мы вот страдаем. Дети прячутся от любого хлопка, болезни какие, психозы, неврозы и так далее. Рано или поздно я прощаюсь. И чтобы никого, никого во всем мире не постигла нашей участи. Рядом детская площадка, на ней многолюдно. Кажется, что будто весь город вышел на праздник. Народу много. Все вот повыходили после вот такого, что вот было всякое такое. Люди очень изменились, конечно, после всех событий люди очень изменились. Немного добрее и друг к другу немного относиться стали лучше. На майские праздники в так называемой «столице ЛНР» цены на продукты питания держатся на уровне столичных. Заводчик пони Виталий сетует. С такими ценами на корм как бы не пришлось продать домашних любимцев. Мне четыре пони. Содержать их тяжело. С ними надо жить. Работа с утра до ночи с ними. И чтобы заработать, и просто содержать. Траву, ну, в общем, хозяйство. Сейчас содержать это золотые, сейчас лошади. Продают их. Сейчас многие люди. Работы нет, конечно. До войны было очень хорошо. Ну, я думаю, что все наладится в конце концов. Мы все так думаем. В этом году все празднование было в сокращенном режиме. Примерно до полудня. Выступлений с участием местных артистов также не было. Жители погуляли в центре, затем разъехались по домам. Комендантский час никто не отменял. Николай Самарцев, Андрей Дегтяренко. Донбасс Реалии. Радио Свобода.